Слава Господу, братья и сестры, за Его благодать, которая сегодня нас формирует, которая нас благословляет. Мы очень благодарны Господу. Я хочу сегодня читать Священное Писание и обращать внимание на некоторые места, которые мы находим в Евангелии. Откроем первое место, записанное Ефесянам 6 глава, 10 стих. Вы знаете, мы живем в этой прекрасной стране. Мы благодарны Богу, что Бог дал нам возможность жить в этой стране, где мы имеем вот эту свободу, имеем все возможности делать как бы свои решения, выборы. И мы используя эту свободу, приходим на это место, чтобы поклониться Богу, осознать Божье благословение, осознать Божью любовь к нам, поклониться Ему, воздать Ему достойную славу. И Священное Писание, так же нас, как верующих людей, говорит нам очень важные вещи. Вы знаете, когда мы слышим рассказы, свидетельства людей, которые прожили под советской властью, кто-то сегодня живет под китайской властью, корейской, северно-корейской. Действительно, им сейчас очень трудно. И мы можем это не понимать, живя в этой стране, в которой, может быть, дети наши родились здесь. Но хотел бы обратить ваше внимание на тему, одну, которую коснулся апостол Павел. Это был муж, который Бог поставил, чтобы он созидал народ Божий, чтобы он учил народ Божий, чтобы он на всяком месте, в разной обстановке, разных правлений и власти, коммунизма, диктатуры, свободы, чтобы человек, верующий в Бога, он мог пройти свой путь. Он мог пройти свой путь и дойти до вечности. И мы в нашем служении, наши братья проповедуют о духовных вещах, о водительстве Святого Духа. Мы читаем Писание о моральных вещах, о которых Писание открывает, как нам жить на этой земле. И вообще, духовный человек, он имеет право, и силу обсуждать все эти вопросы. Но я сегодня хотел привлечь ваше внимание к посланию к Ефесянам, где апостол Павел говорит о очень важном. Открывает, хотя мы живем в свободном времени, в свободной стране, все-таки у нас есть борьба. Все-таки человек в этой свободной обстановке не должен расслабляться и быть очень наивным. Вы знаете, когда я слышал однажды разговор людей, и они говорят, вы американцы, вы очень наивные, вы всем улыбаетесь, вы к всем руки протягиваете, но вы не знаете, что те люди, которым вы улыбаетесь, они хотят вам причинить смерть, они хотят вас уничтожить. И вы знаете, действительно, в нашей жизни мы можем видеть, когда люди бывают наивные, они не оценивают обстановки, они не обращают внимания, с кем они соприкасаются. И Писание апостол Павел приводит в трезвость человека, чтобы человек понимал, где он находится, с кем он имеет дело, и что происходит вокруг него. Я обращу ваше внимание, мы откроем 6 глава, 10 стих и ниже. Павел говорит такие слова, «Братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь во все оружия Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века этого, против духов злобы поднебесной. Для этого примите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злой и все преодолевши устоять». Апостол Павел обращается к ефесянам и говорит, «Братья мои, я хочу, чтобы вы укреплялись Господом, потому что наша брань, наша битва, наша война, она не с соседями нашими, она не против плоти и крови, наша брань намного как бы сильнее, наша брань против властей, против правителей тьмы века этого, против духов злобы поднебесной. И действительно верующий человек, духовный человек понимает, что хотя вокруг спокойно, хотя вокруг прекрасная погода, хотя вокруг нету пролития крови, и мы спокойно живем, ходим на свои работы, но духовная битва никогда не прекращалась. Духовная битва никогда не взяла брейк или отдых. Духовная битва, она продолжается до сего дня. И апостол Павел обращается к ефесянам, и он понимает, что человек, который не вооруженный, человек, который не понимает, что дьявол, он пришел украсть, убить и погубить его душу, эту драгоценность, которую каждый человек имеет на этой земле. Дьявол хочет погубить душу. И когда человек не понимает это, он будет наивным. Он не будет обращать внимания, что вокруг происходит. Он не будет обращать внимания на вот эти атаки, которые в конечности приведут его к погибели. Но апостол Павел обращается к ефесянам, говорит, братья мои, укрепляйтесь Господом, и могуществом силы Его, чтобы вы могли противостоять против всех козней дьявольских, которые дьявол расставил. Для чего? Чтобы погубить человека, погубить его душу. И мы обращаем на этот текст Священного Писания, понимаем важность, потому что Павел здесь говорит, 13 стих, для этого примите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злой и преодолевший устоять. Действительно, вы знаете, само просто это произносить слова и что-то говорить. Но мы все прекрасно понимаем, когда мы встречаемся с реальными вещами в нашей жизни, с искушениями, здесь мы видим и можем даже анализировать нашу силу. Укреплены ли мы в Господе? Можем ли противостоять этим искушениям? Можем ли мы в этот день злой преодолевший устоять? Можем ли? И когда мы можем, смотрим на нашу жизнь и говорим, да, там у нас проявилась слабинка, там мы не устояли. Такие простые вещи, мы там потерпели поражение, потерпели рану. И апостол Павел, имея откровение от Господа, обращается к верующим, и Он говорит, укрепляйтесь силой могущества Божьего. И Он говорит, чтобы вы взяли все оружия Божьи. Вы знаете, когда мы анализируем нынешний мир, когда мы смотрим на супердержавы в этом мире, Америка, Россия, другие страны, мы видим в арсенале этих стран, разное оружие есть. И страны другие хотят узнать, что находится в оружии той страны, чтобы они были способны защититься от той атаки. Но когда страны наивные, они думают, у нас ручные оружия, у них нет тяжелой техники, у них нет ракет каких-то баллистических, они не могут защититься. Когда здесь апостол Павел говорит, примите все оружия Божьи, дабы вы смогли противостоять в этот день злой. Вы знаете, чтобы противостоять противнику, нужно знать, что в него в арсенале. Чтобы противостоять врагу, который пытается погубить твою душу, ты должен узнать, каким оружием он владеет. Как он может подойти к человеку, к душе человеку, чтобы погубить или нанести урон. И когда апостол Павел говорит, и призывает верующих, говорит, не будьте нерассудительны. Человек должен анализировать свою обстановку, анализировать свое положение, анализировать, что вокруг происходит, и каким путем дьявол может нанести урон. И он говорит, не давайте место дьяволу. Каким образом? Верующий человек анализирует, и говорит, я в этой среде имею какую-то слабинку, мне здесь нужно укрепление, мне там нет силы, нужно укрепляться. И вот Павел это все приводит в одно, укрепляйтесь в Господе, укрепляйтесь в могуществе силы Его, чтобы ты и я мог противостоять. Действительно, это индивидуальная битва. Церковь совместно, собрание святых, но мы встречаем искушение индивидуально. Нам не могут помочь старшие люди, когда мы находимся в этом мире и встречаем вещи, которые мы не знали. Но когда мы знаем, что враг душ человеческий хочет погубить душу, мы находимся на очеку. Мы обращаем внимание на эти вещи, чтобы не произошло поражение. Поэтому мы приходим в церковь, поэтому мы слушаем наших братьев, которые говорят нам Слово Божие. Поэтому мы читаем Божье Слово, чтобы укрепляться в Божьей благодати, чтобы во время вот этих разных моментов жизни нам устоять, устоять до конца. Это очень важно, это есть духовная битва. И она не прекратилась. Я хочу, чтобы мы обратили внимание на притчи. Мы будем здесь смотреть на писта Священного Писания, как сегодня враг душ человеческих, как он подходит в разных средах жизни людей, как он именно ловко подходит, не напрямую, косвенно и по-разному. Но мы откроем притчи. Это будет шестая глава. Шестая глава, шестнадцатый стих. Здесь мы находим текст, где говорит автор о Божьей святости. Мы задаёмся вопросом, почему Бог реагирует не очень расположительно к нечистоте. Почему Бог не реагирует равнодушно к греху, к какой-то неправде. И вот здесь вот мы прочитаем этот текст и будем рассуждать. Это шестая глава, шестнадцатый стих. Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость душе Его. Глаза гордые, язык лживый, и руки, проливающие кровь невинную. Сердце, куящее злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству, лжесвидетель, наговаривающий ложь и посеющий раздор между братьями. Вы знаете, когда я прочитал в первый раз этот текст, интересно, автор здесь говорит, есть шесть или семь вещей, которых ненавидит Господь и которая мерзость душе Его. Это то, что Бог ненавидит. Это открывается это учение. И Он здесь говорит, что гордые глаза Бог ненавидит. Бог ненавидит язык лживый. То есть неправда. Человек говорит то, что не существует, придуманное что-то. Говорит, руки, проливающие кровь невинную. Бог это очень сильно ненавидит. Когда сегодня невинная кровь проливается по странам, где сегодня допущены легализированные вещи, которые Бог ненавидит. Проливается невинная кровь. Бог неравнодушен к этим вещам. Он говорит дальше, Бог ненавидит сердце, которое кующие злые замыслы, ноги быстро бегущие к злодейству. Бог ненавидит лжесвидетелей, которые наговаривают ложь и посеивают раздор между братьями. Это одно из оружий сатаны в этой жизни, которое входит в его арсенал. Это есть ложь. Почему Бог ненавидит ложь? Почему Бог выбросил дьявола, выгнал его с неба, сбросил его вниз? Потому что в его сердце вот это была, вот эта мерзость, Бог не мог терпеть эти вещи. И смотрите, один из этих оружий, которые использует дьявол. Это он здесь говорит, лживый язык, лжесвидетель, наговаривающий ложь, посеющий раздор между братьями. Вы знаете, есть одна из тактик, которую дьявол использовал с поколения в поколение до нашего дня. Это есть именно вот это оружие, лжесвидетельство, наговаривающие ложь и приводит к посеивающему раздор между братьями. Вы знаете, когда мы анализируем это оружие, это ужасно, это как атомная бомба. Это как бомба, которую создали, которая приводит мирную, прекрасную обстановку в жизни людей в полное уничтожение. И это происходит изнутри. Ведь присутствие лжи приводит к раздору между братьями. Что может разлучить братьев? Что может разлучить в нашей семье братьев и сестер? Ну, что-то не поняли, игрушку-то не ту взяли, да, прошло пять минут, и все нормально. Все хорошо, дальше дружим, дальше играемся, дальше прекрасно все забыли. Но есть вещи, которые могут причинить такую рану, которую практически невозможно восстановить. Причинить такую боль, которую просто уже невозможно, уже вроде бы я попросил прощения, а все равно рано осталось, человек понимает все. Больше никогда я не возвращусь на тот уровень этих отношений. И здесь Бог открывает, почему Он ненавидит эти вещи, потому что это приводит к поражению. Смотрите здесь, что говорит автор, говорит, язык лживый, лжесвидетель, наговаривающий ложь. Я не знаю, были ли у нас в нашей жизни моменты, когда или то в семье кто-то разбил прекрасную какую-то вазу и зашел отец с матерью, они ее купили, они поставили и так, да, и вы пришли, вы ни в чем не имели ничего к делу, и заходит отец, и вы как попали под горячую руку. Вас обвинили, спросили, это ты разбил эту вазу? Ты говоришь, нет, я ее вообще не трогал. И кто-то из твоих братьев или сестер это сделал. Они говорят, но я видел, что он это сделал. И вы знаете, отец расстроенный, мать расстроена, что происходит? Происходит нечестное наказание. Происходит наказание, то, что ты не заслужил. Ты понес наказание, ты понес гнев своих родителей, когда ты вообще не причастник к этому. И вы знаете, когда ты переживаешь эти моменты, тебе они очень запоминаются на всю жизнь. Это нечестное, это лживое, и ты потом узнаешь, это сделал твой родной брат. И он обманул твоих родителей, и он сказал, что он его не трогал, и ты почувствовал боль наказания на своем теле. И вы знаете, это бывает ранит людей, и люди вырастают, они помнят, когда в 6 лет я получил ремня, я получил наказание. Это неправда, это лживый язык, это лжесвидетельство, которое произошло в моей жизни. И вы знаете, люди вырастают, вроде взрослеют, но они никогда не запоминают тот момент, что произошло. И, к сожалению, до тех пор, пока Бог не изменит сердце, до тех пор, пока сердце не станет другим. Человек не хочет, говорит, ну мы живем отдельно. Уезжают другие города, другие страны, штаты, потому что была причинена вот эта боль, которую даже года не могут изменить. И Бог это ненавидит. Бог за этим сильно наблюдает. Почему Бог ненавидит, даже мы читаем в Писании, мы читаем, что участь всех лжецов в озере Огненном. Бог неравнодушен к этим вещам. Он неравнодушен к этой неправде, которая причиняет боль невинному. Он неравнодушен, когда проливается невинная кровь. Бог за эти вещи, он вступится, и он будет против этого воевать. И мы сегодня изучаем это прекрасное учение, которое научает нас в нашей жизни, как верующих людей, понимать вот эти все вещи. Дьявол использует это. Вы знаете, сколько есть случаев, когда слышишь свидетельство, особенно, к сожалению, мы говорим где-то по других церквях, где-то что-то, люди пустили какую-то малу неправую. Это подхватили, может быть, братья, это подхватил братский совет, людям вынесли какое-то решение, человек говорит, я не виновен, я не делал ничего такого. Ну как, мы услышали, нам сказали, нам что-то, нам, мы это слышали. И вы знаете, люди бывают просто на всего, они получают ранения, казалось бы, в Доме Божьем, где должна быть вот эта прекрасная обстановка, вот эта прекрасная благословенная жизнь. Но люди дают место этому врагу душ человеческой, чтобы он через них сделал вот эту злую, грязную работу. И вы знаете, люди уходят в церкви, и люди, и уже приходят братья, приходят миссионеры, беседуют с ними, они говорят, знаешь, я чувствую, я-то пережила, я-то пережил, и ты же мне говори, что хочешь, говорит, но я-то на своем теле пережила. поэтому очень важно понимать, что мы несем ответственность, каждый из нас в нашей жизни, имея отношение с нашими близкими, родными, вокруг нас, понимая тоже славное Божье учение о том, что Бог неравнодушен к этим вещам. Это есть то оружие, которое дьявол использует, и очень ловко, очень сильно, очень прямо. И мы, понимая это оружие, что он имеет, мы понимаем в нашей жизни, когда что-то происходит, почему Писание говорит, не принимай поношение на ближнего, не принимай. Это есть тот щит, который человек ставит и говорит, я не буду участвовать в сатанинских планах, я не буду участвовать в его войне против души, я не буду инструментом в его руке. И он не принимает. Другое место говорит, не будь переносчиком в народе твоем. Почему это сказано в Писании и для меня, и для вас? Потому что я там не был, я не видел, но мне что-то сказали, и я его перенес. И потом, то, что я перенес, я был инструментом для ранения моего брата и сестру. И дьявол может использовать, и верующие люди понимают, я не буду это делать, потому что я могу принести урон, раны, слезы, горе, обиды. И, Божество, нас наставляет, что мы должны вооружиться всеми оружиями Божьими, чтобы противостоять вот этим всяким козням, всяким планам, которые сегодня дьявол пытается привлечь, чтобы посеять враждор между братьями. Когда мы понимаем это, мы очень внимательны, что вокруг нас происходит, и Бог благословляет. И невозможно, чтобы это произошло, потому что люди сдают на страже своего сердца, и они говорят, Господь, я понимаю, что происходит вокруг меня, понимая эти атаки, но я укрепился в Тебе, я укрепился в благодати Твоей, и я просто вижу, что происходит вокруг меня, но я не участвую в Нем, я в Твоем присутствии. Пусть Господь каждого из нас благословит. Следующее место, которое мы откроем, это будет 8 глава, 44 стих Евангелия от Иоанна. 8 глава, 44 стих. Здесь была, повествуется история, где наш Господь Иисус Христос, будучи на земле, имел общение с людьми, которые в своей жизни служили Господу по своему пониманию, по закону Моисееву. Но когда пришел Христос, им стало непонятно действие Христа. Ему стало непонятно, почему Христос так себя ведет, почему Он с ними не считается, почему Он занимает такие, как бы, позиции, не принимая, что Иисус Христос есть Сын Божий, есть Бог воплоти. И когда Он здесь говорил, в 44 стихе, мы находим такие интересные слова. «Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего, он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины, когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Дьявол, враг душ человеческий, является отцом всякой неправды, всякой лжи, но он есть человека-убийца, и он не устоял в истине, потому что в нем нет истины. И здесь Иисус Христос говорит, когда говорит он, то говорит ложь, это его, ибо он лжец и отец лжи. И Бог это ненавидит, потому что это приводит к большим разрушениям, к большим поражениям. Вы знаете, однажды, работая в компании в Димоне, я сам был очевидцем, когда невинного человека обвинили в краже, что он вкрал в компании на большую сумму многие запчасти, многие вот эти баллоны с фреоном, которые там по 400-500 долларов стоят. И он вообще непричастен был к этим вещам. Я видел, как он пытался объясниться хозяину и менеджеру, что у него все записано, все, что он брал с склада, все под бумагой. Но прошло время, его не стало, я не знаю, или он не выдержал, или он просто квит, или босс его выгнал, я не знаю, что стало, но я со стороны наблюдая на эту картину, видел очевидно, как это ужасно, как это просто, несправедливо. Вы знаете, в нашей жизни мы разное переживали, вы знаете, мирские люди, они очень быстро рассчитываются с этими вещами, знаете, отомстят, что-то сделают, что там будет хуже, но эти переживания, они оставляют шрамы на всю жизнь. Когда мы читаем вот эти тексты, мы понимаем, откуда это все идет, где источник, кто отец, который порождает эти вещи. И Иисус здесь открывает нам и говорит, что это дьявол. Когда он что-то делает, когда он говорит, он говорит ложь. Он отец лжи. И Бог не может с этим согласиться, Бог отверг его. И здесь открывает Христос именно что, откуда это все идет. Следующее место, которое мы откроем в размышлении Божьего Слова, это Откровение. Откровение, 12 глава. 12 глава, 10 стих, Откровение, мы читаем такие слова. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе. Ныне настало спасение и сила и Царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь». Представьте себе, человек спасенный, человек рожденный свыше, крещенный Духом Святым, но враг душ человеческих дьявол приходит пред Богом и клевещет Богу на братьев, на сестер, он приносит ложь, обман, приходит то, что Бог же все знает. И вот представьте вот это откровение, что я услышал громкий голос, говорящий на небе, «Ныне настало спасение и сила, и Царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь». Они победили Его кровью Агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти. состояние духовного человека, состояние верующего человека, состояние дитяти Божьей. Смотрите, что происходит, говорит, «Ныне настало спасение и сила, и Царство Бога нашего, и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник». И как он стал низвержен? Потому что спасенные, омытые кровью Христа люди, победили Его кровью Агнца. Они поняли, какие намерения в Него, они поняли, какое оружие Он использует, они поняли, что Он производит в их обществе, пытаясь где-то найти какое-то место, чтобы что-то взорвать, чтобы что-то уничтожить. Но вот эти омытые кровью люди, говорит, они победили Его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не пошли на компромисс и не возлюбили души своей даже до смерти, понимая вот эту духовную войну вокруг нас, понимая, хотя мы живем в это свободное время, духовная война не остановилась. Враг душ человеческой желает погубить человека. Когда мы рассуждаем и читаем Божье Слово, мы понимаем, у нас есть великое оружие, это есть кровь Агнца, это есть свидетельство, свое свидетельство, и это отношение к Богу, что человек не ставит как бы в ограничение своей души, он не боится, он идет на все, потому что это вопрос жизни и смерти, это вопрос вечности с Богом или в погибели, и человек в это влаживает все свои силы, все оружие Божие берет для того, чтобы в этот злой день противостоять и быть победителями. И прекрасное слово, что говорит Иоанн, говорит, я услышал громкий голос, говорящий на небе, что ныне настало спасение, сила и Царство Бога нашего и власть Христа Его. Когда в нашу жизнь пришел Христос, когда в нашу жизнь пришла Божья благодать, пришла вот эта божественная сила, откровение, познание Его, действительно, написано противостаньте дьяволу и убежит от вас твердой верой, противостаньте. Когда в нашей жизни мы получили это откровение, познание, что мы имеем право и силу противостоять, не быть задействованными в этом злом плане, но идти с Христом, идти с Богом, жить по Слову Его. И когда встречаются в жизни разные моменты, мы устоим, мы одерживаем победы, мы видим, как Господь чудно своей рукой проводит нас, как Он чудно нас проводит в нашей жизни, и мы остаемся неранимы. Наш Дух, душа и тело во всей полноте принадлежит Богу, потому что мы рассуждаем и видим, что вокруг нас происходит. Как важно, дорогие братья и сестры, в нашей жизни обращать на эти вещи внимание. когда Павел призывает и говорит, вооружитесь во все оружие Божие. Пусть поможет нам Господь, чтобы мы действительно вооружились во все оружие Божие, чтобы мы имели это оружие, чтобы мы могли защититься, чтобы мы могли отбиваться от этих всех атак, которые приходят на людей и устоять в день злой. И последнее место, которое я прочитаю, это будет 1 Тимофея, 6 глава. 1 послание к Тимофею, 6 глава, мы откроем 11 стих. Апостол Павел здесь говорит Тимофею, и это слово актуальное для каждого из нас, чтобы в нашей жизни иметь это все оружие Божие, чтобы нам устоять, чтобы нам исполнять Божью волю. И Павел говорит такие слова, ты же человек Божий, убегай этого, а преуспевай в правде, в благочестии, в вере, преуспевай в любви, в терпении, кротости, подвязайся добрым подвигам веры, держись вечной жизни, которой ты призван и исповедовал доброе исповедание пред многими свидетелями. Павел обращается к Тимофею, он говорит, Тимофей, ты человек Божий, ты рожден свыше, Бог крестил тебя Духом Святым, ты есть тот человек, который имеешь близкое и тесное общение с Христом, ты убегай этого, а преуспевай в правде, в истине, преуспевай в благочестии, в вере, в любви, в терпении, преуспевай, в кротости, преуспевай. И он призывает Тимофея, говорит, подвизайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты призван и исповедовал доброе исповедание пред многими свидетелями, пред Богом животворящим и пред Христом Иисусом, который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом доброе исповедание, завещаю тебе, соблюсти заповедь чисто и неукорызненно даже до явлений Господа нашего Иисуса Христа, которое в свое время откроет блаженный и единый сильный Царь царствующих и Господь господствующих. Аллилуйя! Слава Ему! В нашей жизни, дорогие братья и сестры, мы читаем Божье Слово, мы читаем и слышим наставление, которое Бог говорит к нашему сердцу, и хотелось, чтобы каждый из нас имел это желание брать это все оружие Божие, чтобы иметь победоносную христианскую жизнь. Действительно, в этом свободном времени, в свободной стране духовная битва продолжается. План врага душ человеческих не изменился, его план остался тем же самым погубить душу человека. Он побежден, но он не хочет сам погибнуть, он хочет с собой забрать и еще, чтобы с ним тоже погибли. Наша цель как верующих людей понимать вот эту битву духовную, вооружиться всем оружием Божьим, чтобы в нашей жизни мы шли победителями с Господом. Пусть Господь каждого из нас благословит, пусть Господь дальше откроет нам эту глубину этого славного учения, понимая эту духовную битву иметь Божие благословения в нашей духовной жизни. Давайте мы встанем и будем молиться Господу. Божьим. Божьим.